Здравствуйте! Роскосмос и НАСА выбрали экипаж для годовой миссии на Международную космическую станцию. Это космонавт Михаил Корниенко и астронавт Скотт Келли. За их плечами немалый опыт долговременных космических экспедиций. Старт экипажа на годовую вахту весной 2015 года. В свое время я поступал в Качинское училище и так вот сложилось, что по здоровью не прошел, как это не парадоксально. В космонавта сгодился там 25 лет спустя. Тогда конкурс большой был, оно понятно. И вот сейчас моя мечта осуществилась. Научно-технический совет Роскосмоса рассмотрел проект системы планетарной защиты. Земле угрожают не только астероиды, но и так называемый космический мусор. Первый элемент системы планетарной защиты уже работает в Центре управления полетами в Подмосковном Королеве. Считается, что катастрофическая опасность для столкновения с космическим аппаратом представляет элементы космического мусора размерами больше сантиметра. И мы понимаем, что космонавты, которые находятся в космосе, и которые в особенности, когда они выходят в открытый космос, они подвергаются смертельной опасностью и недаром получают название Героев России. Расселение землян в нашей галактике неизбежно утверждал теоретик космонавтики Константин Циолковский. Сегодня человечество уже подошло к решению технических вопросов грядущей космической экспансии. Однако есть еще одна важная проблема – демографическая. Кто станет первым жителем дальних планет? Постаревшие за время долгого полета земляне или их дети, рожденные в космосе? Земля в опасности. Глобальное потепление или столкновение с астероидом-убийцей? Караваны космических кораблей с землянами на борту отправляются на поиски запасной планеты. Чтобы сохранить человечество, встает главный вопрос – как продолжать свой род в условиях невесомости или на той же запасной планете? Я думаю, что выбор невелик. Фактически, настоящих планет только две, которые можно осваивать хотя бы гипотетически – это Венера и Марс. Но если на Марсе условия более пригодные для жизни, то на поверхности Венеры температуры 500 градусов. Жить можно только на большой высоте или на орбите Венеры – в космосе. Подходить к вопросам репродукции в космосе начали с флоры. Еще полвека назад провели эксперименты на растениях. Четыре поколения выращенного на орбите гороха ничем не отличались от своих земных сортов. Потом – выведение на орбите насекомых – крошечных плодовых мух-дрозофил. В 1979 году в космос отправили яйца перепелок, чтобы проверить, как развивается эмбрион в условиях невесомости. Мы получаем на выходе абсолютно нормального птенца. А вот дальше начинается проблема. Проблема связана с тем, что этот птенец должен найти опору, точку опоры. Он должен встать на свои ножки и начать двигаться. Не найдя опору, птенцы беспорядочно кувыркались. А через 10 часов у новорожденных происходила полная атрофия инстинктов. Птенцы не реагировали на свет и звук. И там беда была в том, что через четверо суток они просто погибали. И два раза мы вылупляли птенцов и после этого отказались, потому что просто с ними там невозможно работать. С животными последний раз биологический мини-ковчег летал на орбиту 16 лет назад. Весной 2013 года эксперименты продолжат. Однако на биоспутнике Бион будут только однополые особи. Был эксперимент с крысами, которые посылались в космос уже с плодом. И в принципе там не обнаружили ничего сверхъестественного. Это как раз было на биоспутниках. Но опять-таки это все единичные эксперименты. И такие исследования надо просто проводить. После приземления у космических крыс появилось потомство. Но подойти к проблеме размножения непосредственно в космосе пока не получается. Непростая задача. Животные, теряя привычную среду обитания, просто не могут реализовать свой половой инстинкт. Человек же, в отличие от зверюшек, в принципе может. Homo sapiens обладает абстрактным мышлением и в состоянии создать подобающий эмоциональный фон. По этическим соображениям подобные эксперименты не проводятся. Но женщины в космос летают уже 50 лет. Самый большой риск был у кого? У Терешковой. Наша чайка улетела, и никто на Земле не мог бы сказать. А самое драгоценное, что есть у человечества, это женский организм. Сохранится ли после полета в космос? Сумеет ли он родить ребенка там после этого полета? Это ведь на этот вопрос никто не отвечал. В июне 64-го, через год после полета в космос, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова родила дочку. Отец ребенка, Андриан Николаев, также был космонавтом. В 88-м году у второй женщины-космонавта Светланы Савицкой, дважды побывавшей на орбите и даже поработавшей в открытом космосе, родился сын. Однако риск остается. У нас мало вообще единицы насчитывается космонавтов, у которых, как говорится, длительных полетов обошлось и растет здоровое поколение. А если больше, то это уже, в общем-то, опасно даже при орбитальных полетах. И все же человечеству необходимо искать какие-то новые пути в биотехнологиях – защите от радиации, создании искусственной гравитации. Опускаю ниже. Стоп. Гидролаборатория ЦПК – обязательный этап подготовки к полету. Здесь, в условиях нулевой плавучести, космонавты отрабатывают навыки работы в открытом космосе. Вода имитирует невесомость. Если для взрослых вода пусть и комфортная, но все-таки чуждая среда, то для грудных детей родная стихия. Маленькие ихтиандры будто подтверждают – жизнь на сушу вышла из океана. Есть эта связь между тем, что малыш находится примерно 9 месяцев у мамы в околоплотной жидкости и тем, что ему легче привыкнуть потом к водичке. Ну, в принципе, это логично, потому что от момента рождения, от момента того первого купания проходит всего две недели. Это очень мало, чтобы чего-то там забыть. Словом, если для родившегося ребенка невесомость – более естественное состояние, то для женщины необходима гравитация – силы тяжести. Очень быстро в невесомости дряхлеют мышцы живота, таза, способность к выталкиванию плода. С другой стороны, ребенку тоже нужна искусственная гравитация. Не ощущая земного притяжения, организм не сформирует скелет и мышечную систему. Новорожденного на орбите невозможно, как взрослого, одеть в специальный нагрузочный костюм для тренировок. Он просто, значит, будет лишен того, что будет ему необходимо жизненно, когда он вернется к земным условиям. И вот этот жестокий эксперимент, на который мы с вами пойдем, допустив рождение ребенка в этой чужеродной для него среде, значит, приведет к тому, что мы привезем на Землю, ну, если не инвалида, но это полностью дезадаптированного человека. Пока рождение детей в космосе – вопрос теории. Однако спустя время это будет реальностью, когда земляне на своих кораблях отправятся на далекую планету, которая станет домом для их потомков, рожденных в космосе. 345 лет назад в Ирландии родился Джонатан Свифт. Его называют одним из первых научных фантастов и провидцем будущего. Он предвидел спутники Марса, которые открыли только через 200 лет после выхода книги о приключениях Гулливера, а его летающий остров – словно прототип аэростатов земных колонистов на Венере. Возможно, это и есть главная цель научной фантастики – готовить настоящее к встрече с будущим. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова